Так, принимайте поршию вашу и вам тоже приготовил поршию. Так, сейчас телято вам принесу. Так, ну ой. Друзья, всем привет. Меня зовут Владимир Белов и вы на моем канале деревни Окунево. Ко мне обратился мой подписчик, мой друг, мой коллега Александр Онищенко. Друзья, попросил меня для него смонтировать ролик. Александр очень хочет поучаствовать в конкурсе, который объявил завод Новосибирский Унисиммаш. Александр в этом году приобрел пресс-подборщик и пользовался все лето, рулонил сено. Снимал Александр на телефон, на мобильный. Так что, ребята, прошу строго его не судить. Качество записи... Ну, в принципе, нормальное, хорошее качество записи. Мне вполне хорошее, удовлетворительное. Мне понравилось. Он мне выслал... Выслал это очень... Два дня, два дня мне высылал файлы. Блин, очень... Связь... Не очень хорошая связь там у него. Файл то идет, то оборвется. Но, одним словом, это долгая песня. Ну, все-таки, что должно было случиться, то случилось. Я просмотрел файлы, скомпоновал их, смонтировал вот этот отдельный ролик. Отзыв о пресс-подборщике PR-145 Новосибирского завода Унисиммаш. Я уверен, что данный ролик понравится многим людям и будет полезен в их дальнейшей работе и выборе. Выборе пресса для себя, на что обратить внимание. Ну, и просто будет информативной для завода, на что следует обратить внимание. Где, какие слабые стороны. Вот так вот. Ну, а вас, уважаемые мои зрители, хочу поздравить. Сегодня у нас воскресенье. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вот так вот. У нас, вот видите, туман. Туман уже, правда, рассеялся практически. Но вот такая пасмурная погода. Так что, смотрите, пишите, комментируйте. Берите на заметку. Ну, а самое главное, вам здоровья. За здоровья, семейного благополучия и всего-всего. Вот так вот. Ну, а я продолжаю кормить коров. Вот так вот. С праздником, друзья! С праздником! Вот Гриша, начальник всего стада. Осталось и недельку. И домой. Допасывается на последние недельки и встойло на полгода. Всем здравствуйте! Я Александр Онищенко. Проживаю в Новосибирской области Кыргатского района. Веду личное подсобное хозяйство. И чтобы в этом году облегчить себе немного труд для заготовки кормов, я решил приобрести новый пресс-подборщик. А именно, PR-145M, завод-изготовитель Унисибмаш, города Новосибирск. Итак, работал в этом году я первый раз на прессе. И был, в общем, приятно удивлен. Проблем он мне доставил очень мало. Но были, конечно, нюансы. Хотел бы о их поделиться. Самое первое, что у меня случилось, это началось отгибание вот этого щитка. И то есть сено сюда попадает, и все. Дальше происходит кривой рулон, косой, плохо обматывает. Я думаю, многие об этом знают. Именно проблема вот с этим щитком. И то есть, что я сделал в полевых условиях? Я вот тут сделал простым разводным ключом ребро жесткости. И все. У меня проблема эта отпала. Вот. Вот тут. Так, ровно. А тут сделал ребро жесткости. Вот. Это на заметку заводу-изготовителю. Еще что хотел сказать бы на заметку. Вот с этой стороны, на подборчик, с той стороны стоит цилиндр. А с этой стороны пришлось поставить цепок. Так, как эта сторона все равно провисала. А как заметил, когда начал рулонить, наверное, рулонов 10 сделал. И смотрю, что это колесо уже как раз стерлось. А то было в подвешенном состоянии. И все, краска была на месте. Вот поставил сюда цепок. То есть, отрегулировал, чтобы нагрузка была примерно одинаковая. И все, и все стало замечательно. Также была проблема с вязальным. То есть, тут стоит пластмассовая шестерня. И там была очень короткая шпонка. И поэтому, вот, ее прям шестеренку вырвало. Но мне пришлось в полевых условиях забить просто сюда болт. И все. Теперь, думаю, проблем не будет. Но все же мне с завода передали по гарантии вот металлическую шестерню. Но она, возможно, даже и не пригодится. Еще мне изначально сказали, когда я его привез, начал устанавливать скатную доску. Мне сказали, да сними ее. Типа все снимают, что она не работает, как положено. Но я все же не послушал, поставил. И вот как ее отрегулировал, так она у меня и стоит. Все работает отлично. Рулоны отлетают как надо. Все вообще без проблем. Ничего не отрывает. Все как положено. С электрикой я заморачиваться не стал, так как езжу только по полям. Поэтому фонари даже ставить не стал. И проводку всю снял. И тут провел только вот несколько проводов. Это то есть на сигнал. Тут поставил сигнал. Так для меня удобней. Лампочка, не так на ее реагируешь. А вот когда сигнал засигналит, тогда ясно. И на обмотку. И все. И что бы хотел сказать в общем. Вот в этом году, перейдя на пресс-подборщик, он мне очень сильно упростил работу. Так что советую всем, кто занимается сельским хозяйством, и еще не работает на прессе, переходить на пресс-подборщик. Почему именно его? Да потому что, во-первых, у нас происходит в Новосибирской области субсидирование ЛПХ и КФХ. Если приобретаешь новосибирскую технику, новую, то ворачивают 30% от стоимости. И так как я его купил за 440 тысяч, то мне вернули 110 тысяч. Я думаю, для нового пресса 330 тысяч это замечательная цена. Еще меня просили заводчане посмотреть качество карданов. Так как они перешли в этом году, первый год на турецкие. Ну вот. Ну то есть проблем у меня с карданом вообще не было. Крестовины как новые. А вот в трубе... Вот есть такие потертости. Маленькая выработка, небольшая есть. О, пыль металлическая. Вот я думаю, что надо тут все-таки как-то мазать. Солидолом может набить или как. Чтобы не было выработки. Вот так я и сделал. Ни одной спицы в этом году не сломал. Хотя ловил и муравейники, и залетал в колеи, и на кочки. Но все целые. Но я говорю, их просто я повыше поставил. Пускай лучше сено маленькое останется, зато спицы будут целые. На звездочках выработки вообще нету. Даже краска везде. Ржаво, конечно. Но вот теперь я его сейчас сниму. Я болью весь отработкой. На зиму. Гидравлика везде все сухое. Ни на шлангах, ни на цилиндрах. Нигде ничего не подтекло. Не засоплило. Раньше я возил зароды. Вот он у меня стоговоз. Сейчас он, можно сказать, стоит без дела. Ну, только вот так подколымливаю в деревне. Односельчанам. И то у нас вот уже в деревне скот почти уходит. В этом году 10 дворов, наверное, точно сбыли. Такие дела. Ну, все. Всем желаю удачи в покупках. Ну, не рекламирую, но советую приобретать технику от Унисибмаша. Достаточно надежная техника. Хотя я, конечно, отрулонил всего лишь тысячу. Но уже заметно, что аппарат рабочий. Итого за три недели почти один. Брат помогал. Несколько дней я заготовил. Почти три тысячи центнеров. Вот вчера заехал полосу. Начал косить заброшенная полоса. Раньше зерном лет 10 назад сеялось. Вроде набор небольшой, конечно, со старюкой. Кажется. А вот какой волок получается. Даже на пониженной хожу, на пятой пониженной. Просто бешеный волок. Такие дела. Скоро дождь будет. Вот надо сегодня убрать это все. Вот так рулонов 50 будет. Нормально. О, какой волок получается. Почти полметра. Вот работаем с братом парень. Ну все, грести закончили. Сейчас начинаем прессовать. Сейчас перецепляем. Вон пресс там. Вона пресса. Вон пресса. Вон пресс. Вон. Последние штрихи и цепляемся под пресс. Три часа дня. Посмотрим, во сколько закончится. Вот осталось два волочка, три максика и поскакали. Ну вот и все. Очередной полтинник оформлен в одну каску. Сгреб из рулона. А вот как я их доставляю. Вот сделал такую тюковоску. Ходит от 20 до 25 рулонов. Уборка сены на привале. Вот Дрюха принимает освежающие ванны. А мне не дает. Хотел бы поделиться опытом. Вот один на Покоссе. Работаю двумя тракторами. Езжу сюда на машине. Техника вся тут. Сломался пускач. На ЮМЗ, который таскает грабли и пресс. Сломался пускач. Делать некогда. Поле работы один. Вот как завожу его. На замедленной. Включаем четвертую передачу. Ну что ж ты? Повели. Вышли. Вот. Завели и теперь будем работать. 47-й за сегодня. Вот за сегодня сферлоном. Общие сложности 42 штук. Сферлоном. 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 Крепкий, но чуть-чуть как бы боком. Крепкий, но чуть-чуть как бы. Крепкий, но чуть-чуть как бы. Крепкий, но чуть-чуть как бы. Было на полгода. Крепкий, но чуть-чуть как бы. Крепкий, но чуть-чуть как бы.